В мастерскую Лалилу припорхала бабочка. Она принесла милую крошку. Рисуем новые глазки, подводим стрелочки и реснички. Детский бровист, за дело! Шнурок распался на нити. Подстригаем кончики дакаре. Создаем конвертик. Края оформлены кружевной тесьмой. Вау, теперь трусики сверкают. В конвертике крошки тепло и уютно. Дорогая, пора ложиться в баинкер. Ну, чего ты капризничаешь? Ой-ой-ой, подожди меня здесь. Сейчас что-то придумаю. Старушка отошла, а на Тмирабель закружилась бабочка. Классивые клылыски. Зайчик тоже решил погреться. Малыш занял конвертик. Сладенькая моя, уже несу тебе теплое молочко. Куда она подевалась? Ба, я тут. Мы с бабочкой подлужились. Обрезаем кусочек фольги. Чик-чик. Сминаем ее. Придаем форму тельца капибары. Вжух раскатался пласт. Оборачиваем им каркас. Придаем текстуру шерстке. Тонируем шерсть. Какая прелесть. Мирабель катается на капибаре верхом, словно на крошечном пони. Когда девочка далеко, капибара скучает и зовет ее к себе поиграть. Уля, пусыстые мятики. Лови. Такая дружба на века. Малышка немного подросла. Повторим прическу из каштановых веревочек. Украшаем бантиком. Вжух, готово белоснежное платье. Дополним его воротничком с росписью. Чудесный наряд для маленькой непоседы. Образ готов. Последняя деталь – очки в зеленой оправе. Ох, какой сладкий сон. Тигренок стянул с хозяйки одеяльце. Ох, так гораздо бодрее. Спасибо, хороший мальчик. Утренняя песенка под гитару всегда улучшает настроение. Ой, собрались мои фанаты. Так и быть, устрою вам концерт. Внученька, тебя ждет большое будущее. Может, я стану певицей или музыкантом? Пока не знаю. Из палочки термоклея мастерим свечу. Придаем оттенок воска. Распишем свечу золотыми узорами. На омерцание пламени можно смотреть бесконечно. Девочка моя, пришла пора познакомиться с историей волшебной свечи. Наша семья Мадригаль обладает магическими способностями. Ох, ничего себе! Каждый проходит обряд посвящения и обретает чудесные способности. Ого, и мне это предстоит? Да, дорогая, цвет пламени озарит твой путь. Ты поймешь свое предназначение. Сминаем комочек воздушного пластилина. Придаем форму тельца бабочки. Вжух, из голографического пластика получились крылышки. По краям сверкает золотая пыльца. Маленькая Мирабель развлекается в саду. Так весело кататься на качели с любимой капибарой. Чур, теперь моя очередь. Подтолкни, пожалуйста. Ю-ху! Смотри, бабочка! Какая красивая! Никогда не видела такой. Стой, хочу рассмотреть тебя поближе. Девочка погналась за бабочкой. Но она ловко скрылась среди красивых цветов. Не бойся, я всего лишь хотела подружиться. Кажется, они нашли общий язык. Мирабель стала старше. Так эта прическа не подходит. Каштановые кудри – другое дело. Девочка получила аккуратное каре. Стираем прошлое личико. Прорисовываем новые карие глазки. Наносим помаду. Новая плотица придется тебе по вкусу. Добавим пайетки. Наколдуем красные босоножки. Очки в золотой оправе, крошки очень к лицу. Мирабель стала подростком. Девочка сидела дома за чтением книги. Забежала в гости. Идем гулять. О, сейчас. Собирайся. А, что мне надеть? Готова к модному показу? Конечно. Сейчас пороюсь в сундуке. Хм, как тебе платье? Нет, не то. Может, это лучше? А, слишком торжественно. О, нашла! Моя любимая юбка. Согласна, самая красивая. Образ готов. Скорее, побежали гулять. От кулончика понадобится основание. Дополняем распечатанной накладкой. Тик-ток, стучит механизм. Добавим будильнику ножки и звоночек из металлических шапочек. Ох, не хочу вставать. Еще немножко. На минуту звон замолчал. Но все повторилось. Отправляешься под подушку. Но и там он не даст девочке поспать. Все, мое терпение закончилось. Никаких ранних подъемов. Ты меня не разбудишь. Чао, несносная звонилка. Милая кроватка, мы снова вместе. Серьезно? Ты никак не оставишь меня в покое? Что за магия? Пластиковый флакончик превращаем в лейку. Лиловый фоамиран превратился в основание горлышка. Добавим ручку и украсим цветами. Девочки, хватит фехтовать. Нам понадобится шпажка. Отделяем часть. Прозрачный пластик послужит лопаткой. Посыпаем блестками. Чудесные инструменты для юного садовода. Сестра Мирабель решила вырастить цветочки с помощью своей силы. Моя клумба будет самой красивой. Немного сосредоточиться и... Ой, ничего не получается. Едва взошло три цветочка. Сестренка, не расстраивайся. Есть альтернативный способ. Вот, волшебная лопата и лейка. Воспользуйся ими, а я помогу. Девочки принялись за работу. Их усердие вознаграждено. Вся клумба расцвела восхитительными цветами. Мы здорово потрудились. Спасибо за помощь, родная. Необычной красоты ракушка. Нам понадобится жемчужина. Закрепляем жемчужину. Сверху написано буква М. Что это значит? Бабуль, почему мы здесь? Твоя задача – дополнить дом одной деталью. Какой же? Ручка. Золотая волшебная ручка. Я в тебя верю, дорогая. Мирабель приняла подарок и подошла к дверце. Одно движение и... Дом расцвел. Пускай девочка не открыла в себе суперсилу, но ее особый дар – изменить жизнь своей семьи к лучшему. Дом – это только начало. Я знала, что у тебя все получится. Какой яркий фетр. Похоже на нежную лилию. Птичка доставила трех малюток. Дейзи, Роуз и Лили. Неужели в семье Мадригаль пополнение? Подготовка к сюрприз-вечеринке полным ходом. Так, все готово? Поправьте подушечки. Гирлянда. А, они вот-вот придут. Прячемся. Наконец-то мы дома. Ама, где же все? Сюрприз! Какие славные малютки. Общее фото. Класс, вы даже подготовили кроватку. Молодые родители счастливы. Сюрприз удался. Спасибо. Вклеим семейное фото. На фоамиране возникают очертания окошка. Ясное солнышко. Появилось столько цветочков. Ставим блок страничек. Ключик только у владелицы. Какой нежный альбом. Интересно, чей он? Пришло время вручения подарков Изабелле. Стоило девушке хлопнуть в ладоши, как стол сам накрылся вкусностями. Изабелла, поздравляем тебя. Мы тут кое-что подготовили. Опять сюрпризы. Ой, какой чудесный альбом. Я тронута, Мирабель. Вот, держи ключик. Он всегда будет со мной. Расчертим плотный картон. Готово. Идеальный размер. Нам одной будет мало. Окрасим клеточки в яркие цвета. Нарисуем цветочки. Остальные плитки тоже обрели эксклюзивные узоры. Это станет частью интерьера. Малютки плескаются в теплой водичке. Мои девочки будут чистенькие. Ах, а ведь с нее все началось. Мысли унесли ее в прошлое. Ванная какая-то скучная. Может, новую плиточку? Алло, да, лучшего мастера. Добрый день. Мое имя Карлос. Каждая плитка расписана вручную. Рад, что она попала именно к вам. Вау, какие яркие. Они потянулись, чтобы поднять и... Ой. Любовь с первого взгляда. Мама, смотри. А, малышки, ну как же. Ах, плитка. Карлос. О, это просто необходимо запечатлеть. Суперфото пополнили новый альбомчик. Наносим термоклей. От старой папки берем прозрачный пластик. Осталось подсветить и нанести рисуночек. Наверняка теплые края. Разобьем на фрагменты. Это же необычные пазлы. Малышки прибежали на детскую площадку. Девочки, я отойду на минутку. Ведите себя хорошо. Вау, что светится. Давайте откопаем. Ой, что это у вас? Калтинка. Интересно, что бы это могло значить? Пальмы, солнышко? Неужели пазлы предсказания? Вжух! Из картона получились заготовки двери. Добавим деталей. Золотые акценты выглядят чудесно. Дверь выглядит волшебно. Куда она ведет? Милая, предлагаю прогуляться, пока малышки резвятся. С удовольствием. Чем бы заняться? Скучно. Хочу рисовать. Карандаши нет, листочков тоже. Зато есть вон та неприметная дверь. Хе-хе. Вот затейницы. Что скажут родители? Девочки залезли друг на дружку. Ой, маме и папе понравится. Изабелла может не оценить художество. Срочно нужно исправить. Карлос поторопился в магазин дверей. Добрый день. Дверь. Мне нужна дверь. Хе-хе. Выбирайте. Ой, это не по мне. Эту беру я. А эти маловаты. А нам как раз. О, вижу. Ту. Вон ту дверь. О, забыла о ней. Бегу. Отец быстро заменил старую дверь. Успели. А вам подарочек. Мольберт. Приветик, семья. О, у нас обновка. Вот решил купить новую дверь. Она великолепна. Ты такой молодец. Фото отправилось в альбом. Яркий бисер. Есть идея. Это же гавайские бусы. Преобразим немножко. Ага, это листы пальмы. В духе Гавайев. Молодая семья вошла в новую дверь, но... Приветствую в райском местечке. Меня не предупредили, что это телепорт. Вам нужно приодеть совместные наряды. Пока родители сменяли образы, малышки погнались за маленькой обезьянкой. Стой! А тебе идет, Карлос. И тебе, милая. Только стоп, где наши девочки? Хе-хе-хе. Вот же они, на пальме. О, спускайтесь, непоседы. Окей! Предлагаю станцевать гавайский танец. Вот так веселье. Столько деталей. А нет, нам нужна только круглая коробочка. Мягкую прослойку объединяем с блестящей тканью. Получились удобные бортики. Красим в разные цвета. Наполняем бассейн лепестками и цветочками. Угодит любительницам цветов. На Гавайях даже имеется аниматор. Оставляем малышек в надежных руках. А мы пошли в спа-салон. Девочки не дадут скучать аниматору. Они заметили единорожку с надувными кругами. Полезаем в них и в далекое плаванье. О, стойте! Вы слишком маленькие, чтобы плавать без взрослых. У меня кое-что есть. Вот, взгляните, он еще и волшебный. Девочки веселятся. Бросаются шариками. Лучше бы здесь были цветочки. Несу порцию цветочков. Ну, полезайте. Ю-ху, так-то лучше. Такие милашки. На плотном картоне чертим круг. Разрезаем пополам. Мы одолжим парочку перьев. Ой, это же веер. Карлос и Изабелла отдыхают в спа-салоне. Но девушке совершенно не нравится жара. Я что-нибудь придумаю. Минутку. Вкуснейший коктейль для любимой жены. Ледяные напитки не спасают. А если помахать подушкой? Жарко. Лети, подушка. Ой, ну спасибо. Упс, простите. У меня есть идея. Вам просто необходим веер. Держите. Должно помочь. О, свежесть. Идеально. Вы спасли нас. Спасибо. Из деревянных палочек собираем рамку. Рисуем аккуратные золотые узоры. Здесь должно быть семейное фото отдыха. Семья вернулась в супер отпуска. О, чудесный отдых. Кассита рада возвращению хозяев. Я сделал столько фото. Поставлю в лучшую рамку. Взгляни. Класс. Девочки, бегите к нам. Как вам фото? А давайте еще куда-нибудь отправимся. Бабочка вспорхнула с цветочка, оставив крошечную девочку. Познакомимся поближе. Это же малютка Рози. Трусики сверкают золотым глиттером. Даже соска Крохи в виде цветочка. Какая славная малышка. Мирабель решила порадовать детишек новыми конвертами. Как здорово! Все остались довольны. Отрезки проволоки загибаем. Оборачиваем сжатой фольгой. Каркас покрывает полимерная глина. Немного усилий. Фигурка похожа на тукана. Темное оперение с белой грудкой и ярко-желтый клювик – его особый окрас. Мирабель оставила сестричку посидеть с детьми. Уследить за непоседами помогает Капибара. Ой, нужно срочно помочь пушистой любимице. Но с кем останутся малыши? Я с радостью присмотрю за детками. И правда, отличная подача клювам. Они катаются на лошадке, водят самокат и здорово проводят время. Изабелла успела вылечить лапку Капибары. Теперь и она может принять участие в игре. Такс, нам нужна парочка бусинок. Собираем маракасы. Окунаем в бисер. Украшаем паеточными цветочками. Их мелодичный шум очень успокаивает. Мирабель ждала сестрицу в гости. А пока самое время пообщаться с детками. Малышка каталась на Капибаре, как вдруг... Тетя Изабелла! Вот что нашла на чердаке. Что там? Покажи, покажи! О, вижу, вам интересны новые игрушки. Рози выхватила странные штучки. Это же маракасы. Растет маленький музыкант. Детишки устроили импровизированный концерт. Выбираем пуговки. Она послужит осью. Нанизываем бусинки в форме пирамидки. Завершаем башенку бабочками. Полезные игрушки для самых маленьких. Детки мирно собирают конструктор на полу. Всюду разбросаны детальки. Как вы, малышки? Ауч! Не стоило ходить в детской босиком. Пора навести порядок. Конструктор отправляется в коробочку на полку. А вместо него пирамидки. Вам понравится? Это безопасно. А главное, поможет выучить цвета и размеры. Давайте поиграем вместе. Мама вас научит. Нам понадобятся деревянные шпажки. Наносим глиттерный термоклей. Устанавливаем шпажки. Какие нежные ленточки. Приклеиваем к ниточке. Яркая гирлянда впишется в интерьер касситы. Подвешиваем на стойке. Встречаем детишек. Изабелла устроила настоящий праздник. Мирабель с дочурками вот-вот придет. Осталось украсить шариками. Хм, будто чего-то не хватает. А, есть идея. Изабелла вернулась с деталями для гирлянды. Мирабель точно понравится. Все в стиле касситы. Привет, сестренка. Вау, как красиво. Ты все сама украсила? И кроватку подготовила? Спасибо. Спасибо. Подставки для спонжа пригодятся для новой поделки. Сидения подвешены по бокам. Мягенько и ярко. Вау. Вырезаем фетровые лепестки. Спинки стульев превратились в веселые цветочки. Стойку облюбовали божьи коровки. Мирабель готовит обед. Стоило отвернуться на минутку, малышки уже принялись исследовать стол с едой. О, непоседы, как же вас усадить? Попробую наколдовать что-то полезное. Ванночка, пока рано. Коляска? Нет-нет. Что, самовар? А ты еще кто? Олаф, но это не моя история. Ну, наконец, то, что нужно. Самый красивый двойной столик для кормления малышей. Девочки уселись, теперь мама может спокойно угостить их обедом. Какое чудесное изобретение эти двойные стульчики. Упаковка Лол пригодится для кроватки. Обклеиваем ее блестящим фоамираном. На другом листе рисуем бабочку. Крылышки вспорхнули. Посыпаем липкий слой глиттером. Закрепляем ее к подставке. Двойная формочка превращается в еще одну бабочку. В пледах детишки не замерзнут. Очаровательная кроватка для маленьких любителей природы. Мирабель в домашних заботах. Но как сосредоточиться на работе, если детишки все время капризничают? Приходится бегать от кроватки к кроватке, чтобы хныканье хоть немного утихло. Упс, наша хозяйка забыла утюг. Фу, пахнет горелым. Ну вот, прожгла белье. Сейчас буду хныкать. Сестренка, не отчаивайся. Тебе нужен отдых. С ними одной не справиться. Погоди, есть идея. Пока Мирабель отошла, Изабелла решила сдвинуть кровати рядышком. Бабочка, дорогая, помоги. Крылатая помощница превратила две кроватки в одну. Теперь детки рядом, им не будет скучно. Отдыхайте, малышки. О, где ты взяла такую чудесную кроватку? Это наш с бабочкой секретик. Мирабель проводила сестру и весело принялась за уборку. Детки в кроватке, мама в порядке. Как же здорово. Крышечку превращаем в цветочный горшок. Наполняем воздушным пластилином, стебелек из синейной проволоки. Дополняем цветочком. Что за удивительное растение. Мы ищем необычные цветы. Могу предложить восхитительные розы. Лучше такой пышный кустик. Но малыши не в восторге от вариантов. Погодите, у меня есть волшебный цветок. Он поет веселые мелодии. Вот это песня. Чудо-звуки привлекли внимание малышей. Девочки очарованы выступлением. Берем лучшего цветка для детской комнатки. Невозможно представить. Подготовим декор для музыки ветра. Прокалываем отверстие нагретым шилом. Попросите помощи у родителей. Продеваем в крылья цепочки и подвешиваем металлические элементы на концах. Слышен чудесный перезвон. Ходят легенды, что так ветер исполняет свои дивные песни для мира людей. Мирабель с детишками прогуливается по лесу. Как вдруг подул легкий ветерок, послышались волшебные звуки. Мирабель обернулась и увидела необычный инструмент. Покажу его малышам. Ну, как вам музыка, крошки? Девочки зачарованно наблюдают за цветочками и цепочками. А давайте возьмем ее с собой. С музыкой ветра в их доме пришла гармония и мир. Внимательно слушайте ваша любимая сказка. Но детишки никак не могут уснуть. В раннем возрасте очень важен режим. Вам нужен полноценный сон. Но даже спокойные мелодии не в силах угомонить непосед. Хм, есть одна идея. Только взгляните на мой балкончик. А какой аромат? Мм, райское местечко. Она решила собрать во флакончик цветочное молоко. Закупориваем пузырек крышечкой розы. Украшаем бутылочку сердечком. Цветочный эликсир создан. Изабелла вернулась с флакончиком волшебного молочка. Сделаем крошкам небольшой массаж. Проказницы успокоились и затихли. Молочко унесло малышек в страну снов. Ура, старинный рецепт не подвел.